Всем привет! У нас сегодня новый влог, и как обычно начинаем его, мы очень весело, я не знаю, мы всегда начинаем влоги, весело или нет. Что со мной не так снова? У меня снова вскочил какой-то прыщ непонятный на щеке, но вы не обращайте внимания, мы все прыщавые. Мама готовит кушать. Прикиньте, мама готовит кушать. Ты хочешь борщ свой, а не мой омлет? Борщ или омлет? Ты больше ела вчера на ужин, а сегодня на завтрак? Он правый. Красавище, я могу уйти еще 8 раз. Хорошо, ты больше ешь, да? Ладно, хочу твой омлет, хочу, чтобы ты что-то мне наконец-то приготовила. Сейчас мы с мамой и покушаем. Кстати, как обычно, время у нас полшестого уже, ребята. Мы очень долго занимались уборкой. Мама делает омлет, и если честно, мне же как-то не по себе, потому что я готовлю в этом доме я, но... Да. Я ведь тоже умею готовить. Что ну? Я просто не люблю готовить, но я готовить умею. Ладно. А я не умею, но люблю. Меня жизнь заставила. Мы берем 4 яйца. Не яички, а яйца, да? Да. Понятно, хорошо, я запомнила. Ты так иногда говоришь. Говоришь, на гэмэ. Говоришь. Да. Я разговариваю. Нас просили снять один влог на украинском языке, мама. На украинском языке, мама. Ребята, у меня не получится, честно. Маша хорошо говорит на украинском. Ага, не выйду, я выйду. Я справді дуже люблю українсько розмовляти. Це трошки складно, тому що я доволі рідко не розмовляю. Але насправді я дуже люблю українсько. Ну, пока гарно. Але не можемо. У нас 70% російської аудитории. Як ми можемо зняти ціле відео українською мовою, якщо 70% російською мовою, просто не зрозуміть його. Перевожу. 70% нашої аудитории русскоязичні. Тому, якщо ми почнемо розмовляти на украинському языку, украинському, то нас просто не буде понимати 70% нашої аудитории. Нам бы этого не хотілося. Ну, і нам проще розмовляти мені лично на русському. Маше тож. Хочемо ми можемо зробити челндж, знаєш, де я говорю тебе какое-то сложне предложення на русському, а тебе треба його перевести на український. Тому, мне очень тяжело говорить. Я все понимаю на українському, все прекрасно. Я могу читать на українському, то есть отлично все. Но быстро подбирать правильные слова и выражать свои мысли, нет, не получается никак. Снимай дальше, смотрите. Четыре яйца. Кто в домик рожает? Да, мама немножко не ориентирується на кухню, именно из-за того, что она редко здесь работает. Вот так вот солим. Третья часть чайной ложки соли. Да, я немножко света добавлю. Это мой борщ, это я готовила так. Дальше мы сюда добавляем две чайные ложки лука нарезанного. Представляешь, вчера прочитала комментарий под видео, что я переигрываю. Ты переигрываешь. Типа люди устали от того, какая я наигранная. Мам, я наигранная? Ты? Нет. Она всегда такая, ребята. Я всегда такая. Если вы думаете, что я в видео, блин, притворяюсь и... Я ей когда-нибудь прицеплю в камеру. Я не успеваю снимать все, что она чудит просто. Это ходячий прикол, постоянно ходячий прикол по дому. Если бы я могла где-то скрытую камеру поставить, чтобы это все снимать и потом вырезать и показывать вам. Да ты бы не вырезала. Вырезать не пришлось, потому что я езжу постоянно. Я почему начала снимать молодец каждый день? Потому что мне захотелось этим поделиться с людьми. Так, вы видите, что я делаю? Лишнее, что ли? Ну да. Да и что, добавляй его. Да будет мне много сильно. Сейчас поедем, будем хекать на всех. Да ты до сих пор чесноком после борща вчерашнего воняешь. Мы вчера ели борщ чесноком. Да, много чеснока съели. Блин, а борщ, конечно, обалденный получился. Я его, правда, немножко недосолила, как обычно. Я все недосоливаю. Все. Короче, ты режешь помидор и тоже туда добавляешь, да? Да, я кубиками вот так вот мелкими, такими, надо нарезать. Это очень вкусно получается. И он должен быть такой нежный, не сильно зажаренный. Но, в общем, сейчас увидите. Я пока достану сковородку. Поставить ее на огонь, правильно? У нас нет огня, мам. На плече. Да тихо, что там происходит? Лайма опять отсчитывает Тошу. Так, смотрим. Раз, два. А, это на два яйца, а у нас на четыре. Тебе надо всего в два раза больше. Лука, наверное, больше не буду, потому что, мне кажется, это... Ну, клади, я люблю клада лука много. Ну ладно. Купим жвачку. Еще ложечку вот так добавляю. Да, так, хорошо, теперь плита, 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 включаю, разблокировать. Видите, спрашиваю, попугайчики не могут, случайно отключить не могут. Так, мне кажется, надо соли будет добавить. Это все, смотрите, вот так вот делается. Но не очень сильно, чтобы не сильно перемешивался желток с белком. Да, то есть это должно быть вот так вот. Вот, все. Все. Ждем, пока сковородка нагреется. Убираем пока. Борщ можно обратно спрятать. Я все-таки решила омлет покушать. Пам-пам. Ого! Ого! Это окрошку. Да, историю про окрошку знают все, мне кажется. Мама решила казанок одной рукой достать. Да, с поворотности, сидя на этом. Я прихожу, мама моет кухню. Ну, что такое? И она рассказала мне о том, как она по-умному решила добавку себе добавить. Маселка. Надо его использовать, вот это у нас новая миска. Так, наденечки порстилами, на столе мокрое. Ну, что не льется? Идем дальше. Сковородку уже начали проверить. Наливаем. Распределяем его по всей сковородочке. Он опять не шкварчит. Шкварчи! Мне кажется, вот это лучше греет. Г-греет. Г-г-г-г-греет. Нет, я смотрю, это хорошо тоже. Смотри. Просто у нас толстая сковородка. Надо было дольше подождать, пока она не прогрелась. Не прогрелась. Грелась. Не прогрелась. Г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г. Г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г. Я лоханулась. Потому что это надо было сделать в два этапа. Сначала один порция, а потом второй. Второй порция. Все. Потом вот так переворачиваем. И вот так вот обязательно делаем. Тейн-тейн. Маша, сейчас глобану камеру аккуратно. Оп! Не переворачивай, а складываем пополам. И так дэн-дэн опять. Короче, аккуратным и красивым это таблет не назовешь, но он очень вкусный. Вот две порции получается. И мне нравится, чтобы он был такой вот именно жиденький внутри. Маша просит, чтобы ее зажарить больше. Поэтому один я уже снимаю. Маша, ты уверена, что тебе дожарить его? Вот он именно классный, когда он внутри вот такой. Хорошо, я тебе верю. Оп. Бэм-бэм-бэм. Обязательно, для фигура. И снимаю. Оп. И оп. Звучит. Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Это не должно быть здесь. Должно быть здесь. Оно мокрое, еще немного высоко. Ты выключила? Я не знаю, что это за звук. Он сам. Я просто спросила, ты выключила? Угу. Я просто это сделала. Все. Я хочу кетчуп. Я хочу имбирь. И все. А хлеб? Все, всем приятного аппетита. Не, 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 я сейчас буду снимать твою реакцию. Ну ладно, все равно приятного аппетита. Давай. А хлеб? Забыла. Там есть, было порезанные кусочки где-то. Там лежат порезанные уже. Есть, есть? Да. Давай. Ну как, ну как, ну как, ну как, ну как. Вкусно? Угу. Честно? Честно, честно? Честно, честно, очень вкусно. Нету соплей там? Есть немножко, но нормально. Мне нравится, когда он внутри такой, вот-вот-вот, вот такой. В общем, он нежный очень и вкусный. И вот этот вот лучок и помидорчик там внутри. Начинаем одеваться теплее, потому что на улице начинает холодать. Да. И это даже радует. Да? Ну, потому что мы можем одевать какие-то новые вещи, которые уже забыты. Все новое, это хорошо забытое старое. Правда? Мы опять едем на шопинг вообще-то. Да. Кроме дайщука, знаешь, какие-то нет, не получится. Да, да, ножнички. Я уже обутан, я не могу. Тут что-то улетело и упало на пол. Что мне нужно делать? Найти. Мама уже ушла, меня не дождалась, короче. Я буду уже выходить. Да. С одной стороны, я не рада, что пришла осень, приходит, потому что становится холоднее. Но с другой стороны, рада, потому что теперь я могу носить любимые худи, одевать любимые джинсы и все остальное. Потому что я обожаю вот такую вот погодку, когда еще тепло, но что-то на себя накинуть уже хочется. Почему я вечно так долго собираюсь? Кто-нибудь может мне объяснить? Ты меня уже прям кумарит. Что с дверью? Не знаю. Да, на улице не жарко, я вам так скажу. Ну и что ты тут? Нет, мне не нравится. Как-то не про тебя. Короче. Мама мерит еще синюю. Ну и не знаю, как бы ничего необычного. Она простая, простая. Да, даже. Просто не знаю, куда ты ее можешь одевать. Или черная. Но черная мне больше нравится. Мама берет эту. Вот такая футболочка. Да, летом я ношу все белое, светлое, серое. А зимой мне хочется и осенью черное. Вот резко раз и прямо вот смотрю и выбираю все вот такое вот. И такое. Куртка черная. Я ее возьму точно. И сейчас выбираю себе футболку. Маша. Что ж, они у меня большие? Я у них прям туры. У них везде есть XS. Так надо было брать XS. Я все взяла футболки XS. Их и так было видно, что они большие. А кофта? Кофта неплохая, но я не понимаю, что с этим было. Ну типа 3 четверти я вижу. Ну да, и он широкий, его неудобно. Я тоже не люблю такое. Смотрится... Но оно держаться не будет. Как тебе моя футболочка, кстати? Мне не очень. Как-то не село. Ну так. Не село вообще. Что-то еще взяла. Похожую кофту такую. Шорты и пара штанов еще, да? Болочки мне нравится. Вот эта белая штучка. Очень. Опять белая штучка на рукаве. Слишком длинная. Заправлять неудобно. А цвет мне нравится. А ты шо? Какие-то парашюты сильные, да? Друты, типа? Да. Они из подкорки. Ага. Типа они поднимаются, а там еще дешевые. Классно. Ну да, я хотела... Они смотрятся хорошо, но мне кажется, в них как-то неудобно себя чувствуешь. Нет, ты чувствуешь себя очень удобно. Нет, ну вот из-за того, что ты смотришь на себя сверху, а они вот такие... Такие... Ты как матрешка, типа. Не ощущаешь себя так? Нет. Я хочу такие, чтобы я могла одевать на пары, периодически. Но это слишком длинные, объемные. Ну вот. Я надеюсь, что у меня было больше. Ну да. И если такие же, как те, ничего не... Большие? Да. А кофту вторую мерила? Угу. Не хочешь? Если я не буду брать штаны, по-моему, то у меня нет смысла брать. А ну-ка, повернись. Да, классненько. Как ни странно, я не хотела ее брать. Как ты видишь? Не знаю. Тебе лучше вот в этой будет? Я-то нет, она сильно футбольная. Она, конечно, спортивная, но такая, она необычная. Вот эти рукава полосатые. Здесь написано, что ты в ней не потеешь. Ага, классно. Еще вещей в этом цвете. Днязные вещи, пудрового цвета. Так а зачем тебе пудрового цвета? А, ты имеешь в виду, что просто... Ой, там мужчины голые в раздевалке. Мне нравится, она как-то в ней сидит. Да, и цвет тебе хорошо в ней. И цвет мне нравится. И стоит она прилично. А сколько она стоит? 700, чем я. А, а эта сколько стоит? Нет, нас просят говорить цены. Чего мы не говорим цены? Давай говори цены. 500. 500, нормально. Пума настоящая. Классно. Все, я беру эту. Так, я сейчас еще померю. У меня там еще одна, по-моему, футболочка и куртку. Ну, она неплохая, но мне кажется, она слишком спортивная. Мне хочется одевать леггинсы и идти прямо на пробежку. Она не внимательна. Это конкретно вариант, когда просто спортивная футболка. Ну, она не конкретно. Я решила все-таки взять вот эту кофточку. Понравилось. Да, классно, мне нравится. Цвет такой необычный и хорошо смахается на тебе. Да, я смогу ее одевать и на пары, когда прохладно, то, что в зале осень не становится. Так, короче, я беру вот эту. Не знаю я насчет этой фигурки. Куда я ее сейчас буду носить? Ну, не бери пока, никуда не денется. Мне не нравится. Просто я понимаю, что я буду дома носить. Не подходите, что отношусь к квартире. Будет. Да? Да. Беру. Маша захотела померить еще серую и черную. Ну, мне больше нравится роза, потому что это, допустим, к этим джинсам мне вообще не нравится. А носить ее все с черными только. Не, оно хорошо с этими джинсами. Это мне не нравится. Ну, просто мне хочется на тебе ее побольше, чтобы она была. Да, просто красочка. Ничего себе. А ну, ту еще раз одень. Не, не. Устала? Не, не. А я уже купила себе футболочку и ветровочку. Мне нравится Пума. Мне нравится их логотип. Мне нравится их цвет. Понимаете, понимаете? Он серый. Серый пакетик. Кошечка на нем. Ммм. Пума, это же кошачий. Кошачий. Кошечка на нем. Кошечка. Так, все, ты определилась, ты берешь пудру. Да. Хороший выбор. Молодец. Я маленький. А у меня большой. В Adidas тоже зайдем? Нет, я не хочу в Adidas. Мне Adidas что-то не нравится. Серая полоска на рукаве. Черная. Мне нравится. А ну-ка, ну-ка, вот эту беленькую мне покажи. Угу. Она прям просится, видишь? Спускается сюда. Большая? Да. Мне такая нравится. Как раз такая, как я искала. Супер. Очень классная. Очень классная вообще. Ну, обычная себе такая футболка, ничего. Особенно. Класс. Танцуем, танцуем. Мне цвет очень нравится. Черный с серым. Ну, села классно, вообще супер. Только, мне кажется, у тебя много подобных вещей. Теперь, смотри. Ну, каких-то таких вот спортивных, с рукавом. Кофт. Тебе надо их столько? Белая ты купила в прошлый раз с рукавами, с полосками. Вот эту хуги или как ее там. Ну, понятно, они разные все. Ну, какая она спортивная. Я ее буду одевать, мне кажется, в основном, на зелёную парлю. Ну, это классная. Мне очень нравится. По мере, а там цвета только такие. У нас еще блюде с серым. Я бы тоже такую просто хотела. Реально классная. Разрезки такие хорошенькие по бокам. Стильный очень. Возьму еще северную. И еще такую, наверное, коль. Большая. Элька большая. А на меня М-ка большая. Я ростом ниже, чем Маша. И на мне она сзади висит, получается. Ну, так прикольно. Слушай, совсем сколько у нас разницы в росте. Не сильно и большая. Сантиметра сколько? Четыре. Стань. Может, ты опять выросла? Брать. Вот этот размер. Вот этот, да. Ну, смотри по деньгам. Сколько это стоит? Девятьсот. Девятьсот? Блин, ну, цена хорошая. Бери. Супер. Супер. Сколько? Две тысячи. О-о. О-о. Две. О-о. О-о. Две тысячи. , да. Белый. Обычное полосатое платье. Сильно полосатое. Не знаю, у тебя какие-то узкие плечи в нем, ты какая-то сильно вытянутая, мне не нравится. Это мне больше нравится, но как-то все равно фасон мне не очень нравится. Не твой фасон, Маша. Не знаю, как-то пошловато смотрится на тебя. Сильно красивая. Ну нет, все равно. Офигеть. Я не видела тебя в таком прикиде никогда. Тут не передается цвет штанов. Немножко понятнее, какого не цвета. Иди беременьшие. Да, классно. Очень непривычно. Хорошо сидят. У меня были такие тоже, когда мне было лет 18-19, а может 17. Не знаю, как мы сделаем, с чем-то можно сочетать. Или с бордовым точно такими же. Нет, с бордовым ты будешь прям клоун. Не, ну мне эти бантики на рукавах не нравятся. Так все классно на бантике. И так, что мы купили? Мы купили. Мы купили. Маша купила себе. Вот такую. Худи. Я не знаю. Это, скорее всего, не прям свиншот. Это... Понятия не имею. Нет, это не худи. Кофточка. Спортивная кофточка. Я буду называть это свиншотом. Потому что, да. Потому что, да. Потому что я так хочу. И давай брала. У нас свобода слова. Дальше. Опять Машина. Маша купила еще одну худи кофточку. Это... Толстовка, но тонкая. Тонкая, тонстовка. Или нет? Я не знаю. Напишите мне в комментариях, что я опять что-то неправильно говорю. Нью Баланс, который я купила на днях, это худи. Не надо мне писать. Я... Олимпийка, это мы так говорим олимпийка. И наши лицители так говорили олимпийка. Сейчас все нормальные люди говорят худи. Дальше. С капюшончиком. Чтоб дождик не капал. Моя уточка. Ветровочка, вернее. Очень мне нравится. И сегодня мы уже с Машей гуляли. Мы гуляли по парку. Сколько мы? Наверное, час гуляли. А потом еще час на тренажерах упражнялись. Ну, там во дворе тренажерчики железные. Так наржались. И в этой ветровочке я уже сегодня гуляла. Очень классно. Она тоненькая. Не пропускает ветер. Мне жарко и не холодно. Офигенно. Марья. Прям моя вещь. И вот еще такая кукулочка. Как она называется? Кукулочка. Нет, ты ее как-то назвала. Да, нет, нет. Кукулочка. Да. Вот я везде. Уже. Дома. Нормально купила сайпунку дома ходить. Ну, сейчас мне вот хочется ее поносить. Мне так приятно. Классная штучка тоже. Тоже очень нравится. А сейчас мы будем ужинать. Маша будет греть борщ. А когда-то она мне говорила, а почему мы третий раз подряд едим одно и то же? Помнишь? Тебе что, надоел борщ? Нет? Ну. Вот я именно так и говорю. Тебе что-то ели дикий рис просто. Поэтому для меня этот вопрос был не нормальный. Нет, мы все время три раза подряд что-то ели. То гречку, то рис, то дикий рис, то макароны. А мы три раза подряд борщ едим. Так что не сравни. Борщ едим. Борщ едила, блядь. Ну это все нарежем. Уже раз назад. Ай! Да, детка, мы и рогулим. Боже, мне вена вылезла. Посмотри. Посмотри. Блин. Факт про маму. Она максимально нежный человек. Типа, ее вот так пальцем ткнешь, а у нее там в синяк рстает. Да. Мне нельзя. Или очень больно. Конечно. Иди, грей больше. Блин, я подножку хотела нормально сделать, но я не смогу. Подписывайся на канал ВВиктория. Субтитры сделал DimaTorzok